Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на Ньюс Эдер, я Александр Кушнарь и сегодня у нас в гостях эксперт в сфере энергетики Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте! Добрый день! Михаил, вот у нас происходят интересные события в сфере мировых рынков нефти в первую очередь, как мне кажется. Как я понимаю, сейчас Джо Байден решил инициировать сброс части стратегических запасов в США и то же самое предлагает сделать синхронно другим странам, таким как Индия, Япония, Южная Корея. Все это для того, чтобы дать ответ опеку, который отказался следовать призывам Байдена и увеличить добычу нефти. Вот пока что не очень понятно, как отреагирует рынок. И что вы думаете, будет ли вот такая мера эффективна для снижения мировых цен на нефть? Ну мы уже увидели, что как только было объявлено об этой мере, цены наверх пошли вверх, а не вниз. На мой взгляд это, ну можно назвать это палеотивой какой-то или одноразовой пиар акцией, которая никакого воздействия на глобальный баланс спроса и предложения не оказывает. Мы видим, что другие страны, ну там микроскопические какие-то решения о возможном выпуске нефти из стратегических запасов по 5 миллионов баррелей, да и в Соединенных Штатах в общем-то 18 миллионов выпускают, а 32 это как бы в долг выпускают и потом будут это все возмещать. Но никакого воздействия на ОПЕК эта мера не окажет, да и на рыночные цены тоже. Думаю, что вот эта пиар акция Байдена провалится. Хорошо, ну а какие тогда могли бы быть эффективные меры для того, чтобы понизить реально, понизить цену на нефть, которая сейчас около 80 долларов за баррель балансирует? Ну они немножко ниже, там 79 долларов за баррель, но тем не менее есть наборы мер в отношении физической нефти, то есть спроса и предложения. Они в Соединенных Штатах могли бы запустить, ну законодательно или временно ограничения импорта нефти из стран ОПЕК и экспорта американской нефти. Но тогда цены внутри Соединенных Штатов, я думаю, на бензоколонках сильно понизились бы. Другой вариант это пустить в ход уже имеющееся американское законодательство давно, имеющееся в отношении картельных сговоров. Поскольку по всем признакам то, что происходит в ОПЕК, это картель, манипулирование объемами реализации в интересах цен, то есть что категорически запрещено американскими законами. И можно было бы это все запустить и против ОПЕК принять целую серию законодательных актов, административных каких-то распоряжений и так далее. Но на это в Соединенных Штатах идти, судя по всему, не готово. И есть действенные меры, которые тоже представляют сейчас маловероятны. Это, скажем, ограничение спекуляции объема торгов фьючерами и прочими деривативами по нефти, что, несомненно, приведет к сокращению нефтяных цен. Потому что во многом они определяются сейчас спекуляциями именно на финансовом рынке. А физический рынок, он находится приблизительно в балансе. И я здесь солидарен с ОПЕК, где говорят, что никакого дефицита нет. Ни один нефтеперерабатывающий завод не сталкивается с проблемами, как получить нефть, сколько, где и по каким ценам. То есть все абсолютно сбалансировано. Даже есть некоторый запас в стратегических резервах. Он не иссяк. И в ОПЕК прогнозируют, что, скорее всего, будет вместо дефицита будет значительный профицит уже в первой половине следующего года. И если посмотреть на прогнозы ОПЕК, то вот то, что произошло буквально пару недель тому назад, когда нефть выросла до размеров больше, чем 80 долларов за баррель Брента, то это был пик. После этого наступает отрезвление, снижение. И в результате перепроизводства нефти цены должны пойти вниз уже в начале следующего года. Поэтому действия сейчас Байдена, они, скорее всего, рассчитаны на внутреннее потребление. Ну, поблизости есть поблизости. Понятно. Ну, а почему вот не предпринимаются вот эти самые конкретные меры, которые вы перечислили? Ну, это затруднительно, поскольку тогда придется затрагивать интересы крупных американских корпораций. Это с точки зрения физических объемов нефти. Ну, которые тоже участвуют, ну, опосредованно участвуют вот в этих картельных действиях. Затем пришлось бы, ну, поступиться какими-то позициями на Ближнем Востоке. Это политически очень трудно. Что касается, ну, покуситься на финансовый рынок, который спекуляциями держит цены. Тут надо посмотреть, кто сильнее. Администрация Байдена или крупные банки и инвестиционные фонды, которые являются основными игроками финансового рынка и пихают цены вверх. То своими прогнозами, то своими манипуляциями по покупке-продаже фьючеров, спредов, опционов и прочих дериватив. Мне показалось, что цена на нефть остановилась в росте после того, как пошли какие-то сигналы о том, что будут все-таки как-то возвращаться к сделке с Ираном по ядерному материалу. Вот вы думаете, что на этот счет? Вернется Иран все-таки на нефтяной рынок? Вот пока сигналов в этом направлении нет. Потому что для того, чтобы Иран вернуть на нефтяной рынок, нужно, чтобы Соединенные Штаты Америки пошли на отступление от своих политических позиций, полностью приняли условия Ирана и разрешили ему действовать. Но я не представляю, это такая потеря лица для Байдена, что ой-ой-ой, потому что это сделать будет очень трудно. И потом это не те объемы, которые бы решили сейчас что-то в балансе спроса и предложения. Баланс существует. Даже сейчас, я думаю, больше нефти, чем рынку на самом деле нужно. Ну, кстати, ведь и американская сланцевая сфера производит практически столько же, сколько и до пандемии. Ну, может быть, не 12 миллионов баррелей в сутки, но 11. Куда они все идут? Нет, именно сланцевая отрасль, которая сейчас выдает примерно 8,5 миллионов баррелей в сутки, именно сланцевая, не общая добыча, а сланцевая, ей бы не хватало еще 1 миллиона баррелей в сутки, чтобы выйти на до ковидный уровень, то есть 9,5 миллионов баррелей. А там дело продвигается, добыча нарастает, но очень медленными темпами. Все зависит от инвестиций. Был спад инвестиций и возврат денег в эту отрасль, он пока еще сдерживается неясностью с рыночными показателями. А вот помните, ведь одно из первых решений Байдена как раз было направлено на запрет и как раз проведение сланцевой добычи на федеральных землях Соединенных Штатов, да? Скажите, это сильно ударило по сланцевой отрасли? Ну, там и не было особой добычи. Это запрет был на проведение изыскательских работ, разведочных работ на федеральных землях, на землях, которые принадлежат коренным жителям Соединенных Штатов, кое-где на шельфе. Но это небольшой, это невысокий тормоз для отрасли. Был какой-то эффект, но я не сказал, чтобы значительный. Тем не менее, даже психологически вот настрой администрации Байдена на то, чтобы сдерживать то, чему была дана полная свобода при Трампе, он уже оказал психологическое воздействие вот на инвесторов в эту отрасль. То есть, вот, ну, в целом, как бы, инвесторы получают сигнал, что лучше воздержаться от излишних инвестиций в сланец, вообще в традиционные энергоресурсы, да? Ну, пока осторожно возвращаются деньги в эту отрасль, посмотрим, что будет дальше. Ну, а как вот вы видите вообще динамику, скажем, зеленой энергетики и ее соотношение с традиционными? Ну, вот, как бы я вижу, что идут какие-то процессы, но ведь одно другому-то, по идее, может и не мешать. Разве нет? Ну, как не мешать? Ну, вот, пока газу это не мешает, ну, практически нисколько в большинстве случаев. Спрос на газ все-таки растет. А что касается нефти, то темпы развития, распространения электромобилей по миру, они, ну, гораздо выше, чем ожидалось. И вот как раз автомобильное топливо, ну, где-то по некоторым подсчетам, до 48 даже процентов нефти идет как раз на моторное топливо. Ну, кто говорит, 44, кто говорит, 38, но где-то все равно это очень большая. И вот, когда сократится спрос на автомобильное топливо, а он постепенно кое-где начал уже снижаться, вот тогда мы увидим потерю интереса к нефти. Нефть тут будет, ну, после угля первой жертвой вот этого зеленого перехода. Ну, а как это для России вот сейчас? Помните, мы говорили, что у России после вот этого вот закрытия ряда скважин должны были бы проблемы возникнуть. Ну, они какое-то время, кстати, и были, да, с объемами там, с реально продаваемыми. А что сейчас? Какая вот здесь динамика? Ну, мы видим, что нефтяные компании увеличили инвестиции, они получили дополнительный прилив денежных средств, когда нефть вдруг возросла в цене, и несколько увеличили свою работу по добыче нефти. Не сильно идет освоение новых месторождений коммерческими компаниями, то есть не государственными, а именно коммерческими компаниями, поскольку перспектива возврата вложенных средств там очень-очень слабая. И из-за зеленого перехода, из-за полной неясности с налогообложением в России, ну, какое будет налогообложение через 7 лет, через 10-15 лет, а это как раз те сроки, когда начнут возвращаться вложенные в новые проекты деньги. Туда деньги, естественно, не идут. Кто вкладывает в новую нет, это компании с государственным участием, то есть те, которые не заботятся о том, будут у них потери, не будут, все спишет госбюджет, все спишет государство. А прибыль у тех чиновников, которые управляют такими компаниями, она не по итогам работы, а в процессе работы получается. Ну, все знают волшебные слова, распил откат и так далее, и так далее. То есть госкомпания работает по другим правилам. Вот там идут работы на новых проектах, которые неискушенному в российских реалиях человеку могут показаться коммерчески нерентабельными, но на самом деле для тех, кто там работает, чиновников, вот они как раз очень прибыльные проекты. Ну, я говорю, например, о Восток-Оил, Роснефтьевском гигантском проекте. Там очень много, на мой взгляд, очковкирательства, начиная с размера запасов. Ну, а деньги вкладываются, и государственные субсидии идут в виде налоговых льгот. Поэтому, да, российские нефтяные компании готовы увеличивать добычу, если в общем вот так смотреть, но разными темпами коммерческие компании по-своему, то есть дополнительно стимулируя отдачу нефти с уже давно введенных в эксплуатацию месторождений. А государственные компании типа Роснефтьевский, это новые проекты типа Восток-Оил. А вот как вы видите реакцию российских властей на вот этот вот, ну, по крайней мере, декларируемый зеленый переход на Западе? Там действительно нервничают? Или они просто играют, грубо говоря, в короткую? Вот пока есть, они продают нефть и газ. Нет, я думаю, что реакция есть. Если когда-то вот зеленый переход ощущался как вызов для России, риск и угроза, это сформулировано в доктрине об энергетической безопасности Российской Федерации, подписанной президентом уже два года тому назад. То сейчас, я думаю, вот Россия перешла к активным действиям, поскольку, ну, паразитирование на природной ренте, на добычу углеводородного сырья остается действительно краеугольным камнем, становым хребтом. Как угодно его можно обозвать. Вот для российской такой странной очень экономики. Полуолигархической, получиновничьей там и так далее, и так далее. Вот это все нужно каким-то образом защищать в своей позиции. И в России вот то, что сейчас происходит в России, газовые войны с Европой, газовый конфликт, это нажим на Европу. И все это было сформулировано нашим руководством совершенно недвусмысленно в выступлениях. То есть вы очень торопитесь там в Европе со своим зеленым переходом, а нужно бы еще поэксплуатировать вот старый уголь, нефть и газ, которым еще вот служить человечеству и служить. И поэтому мы вас сейчас получим, мы вам подкрутим краники на газопроводах, чтобы вы зимой померзли и поняли, что спешить с этим нельзя, по-прежнему вам нужен российский газ. То есть это активные действия. Это война, конечно, вот такая энергетическая война. И это вот сражение в рамках этой войны. Посмотрим, что из этого получится. Россия могла бы, конечно, активнее во своей внутренней энергетике обратить внимание на возобновляемую энергетику, на такие замечательные вещи, как зеленый водород, солнце, ветер и так далее, и так далее. Но вот тут слабовато получается. Даже в планах правительства на 2035-40 год видно, что возобновляемые источники энергии от силы на 4% могут вытянуть общее производство электроэнергии в России. Но я гидростанции не беру, а вот все остальное – это от силы 4%. Ну, по сравнению с некоторыми развитыми странами, где 20%, а то и больше, то это, конечно, значительное отставание вот передовых в технологическом отношении государств. Ну, а вот Европа-то как реагирует на этот шантаж с Северным потоком-2, в целом газом? Пока вроде бы не спешит она вводить в эксплуатацию трубопровод. Ну, что будет дальше? Ну, трубопровод. Вот давайте все-таки шире смотреть на вещи. Трубопровод – это политическая акция, чтобы наказать Украину. Конечно. Чтобы рассорить европейские страны друг с другом. Дать возможность заработать подрядчикам, которые строили на территории России гигантский, ужасно дорогой газотранспортный коридор. Вот это все там осуществляется. Но это эпизод в этой мере. Он нацелен на то, чтобы вот нажать, ввести дополнительный политический инструмент нажима на Европу. Это вот этот газопровод, он такой же инструмент политический нажима, как, например, газпромовские подземные хранилища газа на территории Германии и Австрии. Ну, не закачивают туда газ, это уже нажим, это политический нажим на руководство вот этих государств на всю Европу. То есть, вот это дополнительный инструмент. Хорошо. Но это опять эпизод в этой большой войне. Этот эпизод, ну, во имя какой победы? Победой считалось бы разрешение от европейцев для Газпрома действовать так, как монополист на этом маршруте. То есть, пойти, разрешить ему действовать вопреки правилам и законам, сформулированным Евросоюзом. Антимонопольные законы и правила. Но это эпизод. Дальше идет больше. Дальше идет война против Украины. Тут Северный поток-2 работает. Тут запрет на поставки энергетического угля через Россию на территорию Украины. Тут запрет через Беларусь на поставки электроэнергии туда же. Ну, вот война более широкая. А дальше уже, это уже совсем война, где вот это все эпизоды. Это война сторонников грязной энергии и паразитирования на нефти, газе и угле в России. И тех, кто на Западе, в данном случае в Европе, отстаивает переход на зеленую энергетику. Вот это война большая. Ну, и пока что непонятно, кто в ней побеждает. Или понятно все-таки? Ну, я думаю, что вот какую-то победу Россия может праздновать, если она действительно начнет подмораживать Европу в течение вот этой зимы. Но, судя по настроениям европейцев, они все-таки готовы перетерпеть, что-то выдержать и резко ускорить отказ от природного газа. Не только там от нефти или от уголя. Но вот зеленый переход будет ускорен. Мы видим тенденцию к возобновлению интереса к ядерной энергетике. Мы видим, ну, только вчера я из Германии получил сообщение. Ой, что же мы наделали? Почему же мы забыли такой проект, как терминал по приему сжиженного природного газа? Надо бы снова этим заняться, потому что торговля-то будет расширяться. И это замечательный источник дополнительной энергии на то время, пока мы будем сокращать зависимость от России. Да, да. Ну, вот, тем не менее, мы видим, что европейцы действительно, как вы сказали, несмотря на давление со стороны России, не хотят заключать долгосрочные контракты с Газпромом. То есть, не хотят возвращаться вот к той практике долгосрочных контрактов. Они... Ой, 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 вот что вы прицепились к этим долгосрочным контрактам? Ну, это же важно для Кремля, насколько я понимаю. Вот стоило президенту сказать, что вот как хорошо было долгосрочные контракты, а вы там в Европе перешли на краткосрочные какие-то спотовые контракты, и тут же все стали вспоминать эти долгосрочные контракты. Ведь смысл того долгосрочного контракта Газпромовского был в привязке к нефтяной корзине. Ну, не к нефтяной, а по старым вот схемам. Там была корзина ценовая, цен на два вида топлива. Схемный и летний мазут. До 93% в этой корзине было обычно вот этот самый мазут. Что сейчас в контрактах Газпрома? Долгосрочные, краткосрочные, любые. Там только 13% газа привязаны к цене нефтепродуктов нефти. Все остальное это привязка к цене газа на хабах. А на хабах газ привязан к цене, ну, распределительные точки в Европе, хабы. Там газ привязан к цене, во-первых, сжиженного природного газа, а второе к спекуляциям на том же самом финансовом рынке с газовыми фьючерными контрактами. И нефть не имеет никакого уже отношения к тому, как образуется цена в контрактах Газпрома. 13 всего процентов. Вот это смешно уже. Вы посмотрите, заключили относительно долгосрочный контракт с Венгрией. Что такое контракт? Там ценовая формула простейшая, такая же, как у спотовых контрактов. Это цена, взвешенная цена за определенный период на ближайшем хабе, откуда в Венгрии будет получать газ. И второе, маленькая комиссия Газпрома. Все. Там нет ни политических условий, ни привязки к нефти, ничего-то еще. Вот какая есть цена, скажем, на голландской платформе ТТФ. Вот такая цена примерно и будет заложена в это. А долгосрочный, он краткосрочный, это уже абсолютно никакого значения для Газпрома не имело до выступления президента. А сейчас вдруг почему-то, ну, это, это загораживает реальность. Вот эти все рассуждения о долгосрочных контрактах. То есть, а реальность, реальность это та, что, ну, на самом деле Газпром хочет, чтобы Европа как можно дольше оставалась именно на традиционных энергоносителях. Вот в этом цели. Газпром сам никогда ничего не хочет. Ну, разумеется. Вот что ему скажет президент, то Газпрома будет хотеть. Вот на этом и надо основывать свои выводы. Да, и получается, что, тем не менее, европейцы, похоже, настаивают на вот нынешних контрактах, на их нынешней форме. То есть, на привязке к хабам, ну, или, как мы говорим, к краткосрочному спотовому рынку. Вот так получается все-таки. Европейцы на этом настаивают. Да, ну, смотрите, европейцы. Им это выгоднее получается ведь так. Ну, разумеется, это реальность, это реальность, потому что привязываться к чему-то абсолютно подвижному, таким как нефтяные цены, которые могут обвалиться, которые могут взлететь черт знает куда, но это совершенно невозможно. Вот даже по логике вещей, рынковские логики вещей. А здесь какая-то определенность. Здесь в любой момент известно на ТТФ, какие этот момент, в эту минуту, какие цены, какие они будут в течение месяца взвешенные, средние какие-то цены. Тут можно от чего-то реально отсчитывать, это привязка к мировому рынку газовому. Вот одна из стран, наверное, немногих стран Европы, которые реально какую-то вот стратегию диверсификации в плане отказа от российского газа проводят, это и Польша. Она сейчас почти достроила уже газопровод Baltic Pipe, который свяжет ее с Норвегией. И там вроде как пойдет примерно такой же объем, который ранее Польша закупала у России. Это позволяет Польше отказаться полностью от российского газа. Вот в следующем году как раз контракт достигает, они не будут перезаключать. Вообще Норвегия реально может полностью заменить здесь вот Россию в плане поставок для Польши? И вообще что вы думаете на этот счет, как вот Норвегия, как альтернатива России, как поставщик газа в Европе? Нет, по объему, по запасам, конечно, Норвегия гораздо меньше, гораздо слабее России. Хотя вот сейчас конкретный момент поставки газа, ежедневные поставки газа из Норвегии выше, чем по поставке Газпрома. Вдруг неожиданно так получилось. Ну, поскольку Газпром притормозит шантаж, давление и так далее. А норвежцы, наоборот, они стали отправлять в Европу даже тот газ временно, чтобы помочь Европе зимой, который они закачивают снова в пласт для того, чтобы повысить там давление и извлечь больше нефти. Они даже этот газ стали в Европу отправлять. Повысили квоты на отгрузку с некоторых проектов, где квоты были немножко поменьше. Поэтому помогли заберзающие Европе. Пусть немного, но помогли. Но, что касается Польши, да, там 10 миллиардов кубометров в год, которые они примерно получали от Газпрома, они могут заменить, во-первых, газом, который придет к ним, а уже газопровод построен, все проложено, который скоро придет к ним после испытаний, после ввода в эксплуатацию, из Норвегии через Данию и через море. И второе, это у них прекрасно работает терминал по приему сжиженного природного газа. И в сочетании вот этих двух вещей, да плюс еще у них труба, соединяющая их с Германией, откуда они теоретически из Западной Европы могут тоже излишки имеющегося там газа от трейдеров тоже получать, они вполне спокойно могут отказаться от зависимости от Газпрома. Да еще и часть газа отправлять на экспорт, скажем, в ту же Украину. Хорошо. А вот, допустим, американцы своим сланцевым газом могли бы как-то помочь Европе? И почему пока что они эту помощь как таковой не оказывают? Куда идет этот сланец из США? Мы опять возвращаемся к старой иллюзии, что Америка торгует с сжиженным природным газом. Вот американское руководство этим не занимается. Ни Белый дом, ни Конгресс, ни Госдеп, ни даже Министерство торговли, тем более финансов, ни ФРС, никто этим не занимается. Вот какие-то фирмы делают сжиженный природный газ на заводах вдоль побережья, Мексиканского залива и Тихотянского побережья, но там мало, а Атлантического побережья. Потом подходят туда-сюда, нанятые кем-то, сюда к завозу, куда фирмы, которые по долгосрочным или краткосрочным контрактам приобретают этот сжиженный природный газ, они его грузят, после этого он уже с погрузки, он не собственность Соединенных Штатов, он собственность трейдера. Эта фирма может быть какой-нибудь Витол, Трафигура, это может быть Шелл, это может быть Тотари или Польская, Гник или кто-то там еще. И везут его туда, где есть хороший коммерческий спрос. Если цены выше в Японии, они в Японию повезут. Если цены хорошие в Южной Америке, повезут в Бразилию или в Аргентину. А в Европу, если там цена нормальная, почему не везти в Европу? Там будут продавать. Поэтому вот эта конкуренция у Газпрома, она не с Соединенными Штатами Америки, а с мировой торговлей газом, с трейдерами, которые определяют, куда чего поставлять. Если Европе очень-то нужен газ, она будет повышать на него цены, и он придет в Европу вместо Японии. Понятно. То есть вся причина в том, что просто европейцы считают, что им пришлось заплатить намного дороже за сланцевый газ из Соединенных Штатов при таких вот рыночных условиях, как сейчас, да? Поэтому они не спешат покупать его. Цена отменяется очень быстро и очень часто. Некоторые европейцы принимают дополнительные меры. Вот в Великобритании, например. Мало того, что они заполнили на сто с лишним процентом свои подземные хранилища на Азии, они увеличили поставки норвежского газа и электроэнергии из Норвегии, кстати. И провели очень важные политические переговоры с Катаром о том, что в случае необходимости Катар им поможет с жиженым природным газом и отправит его вместо Азии в направлении Европы. Немедленно, через неделю после того, как были проведены эти переговоры, четыре судна газовоза из Катара изменили маршрут и пошли в сторону Великобритании вместо того, чтобы направиться в азиатский рынок. То есть можно договориться, можно было бы, газ есть на рынке, нет никакого дефицита. Ну и последний момент. Вот вы упомянули атомные электростанции. Был период, когда от них отказывались. Сейчас в связи с вот этим энергопереходом опять задумались о атомных электростанциях как, по крайней мере, одной из возможных хотя бы временных альтернатив загрязняющим энергоресурсам, таким как газ и нефть. Что вы думаете, вот будущее атомной энергетики в ближайшие 10-15 лет? Ну, посмотрите, строятся станции, и очень серьезно строятся большие станции, малые станции. Посмотрите, пример Франции, который себя электроэнергией обеспечивает в значительной степени на атомных станциях. Посмотрите на планы Китая, которые собираются в течение ближайших 5 лет в 5 раз увеличить мощность ядерной энергетики, потому что это нужно, это важно. И это, с точки зрения современных технологий, безопасно. Это не Фокусима, это не Чернобыль. Это совсем другие ядерные станции, в том числе сейчас уже какие-то небольшие, чуть ли не портативные. И я так сторонник развития ядерной энергетики, поскольку это дает многим странам независимость, энергетическую безопасность, энергетическую независимость, как угодно это можно считать, в том числе и в Зеленый Переход. Спасибо, дорогие друзья, за то, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на Ньюсейдер и при желании можете поддерживать нас через платформу Patreon и другие ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. Это были Александр Кушнарь и Михаил Крутихин. До скорого!